Российский миротворческий контингент в соответствии с поставленными задачами продолжает осуществлять контроль за реализацией договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В данный момент мы находимся на российском военно-полевом госпитале в Степанакерте, где оказывается квалифицированная медицинская помощь не только нашим военнослужащим, но и местному населению. К настоящему времени в этом госпитале российскими специалистами уже оказана помощь 29 местным жителям, в том числе 4 детям. В городе Мордокерт завершено развертывание второго военного госпиталя, который приступает к медицинскому обеспечению российских миротворцев и жителей ближайших населенных пунктов. Кроме того, помощь местным жителям оказывается выездными бригадами военных медиков. Всего ее получили уже 558 человек, в том числе 67 детей. На 16 декабря обеспечено безопасное возвращение в Нагорный Карабах более 40 тысяч беженцев. При помощи миротворцев полностью восстановлена система электроснабжения. Для этого были проведены ремонтные работы на 18 километров линий и 50 опорах электропередач. Возобновлена бесперебойная подача электроэнергии в 24 населенных пункта с общим количеством жителей более 12 тысяч человек. Российскими саперами Центра гуманитарного разминирования от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 195 гектаров территории и 60 километров дорог. Проверено на наличие неразорвавшихся боеприпасов 405 зданий. Обнаружено и уничтожено более 6 тысяч врывоопасных предметов. Совместно с представителями Международного комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших между армянской и азербайджайской сторонами, а также поиск тел пропавших без вести. Для повышения эффективности данной работы увеличено количество поисковых групп с 3 до 5. На горячую линию по сбору данных о пропавших без вести военнослужащих и гражданских лицах, развернутую в штабе российского миротворческого контингента, поступило свыше 490 телефонных обращений. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, командующим российским миротворческим контингентом генерал-лейтенантом Мурадовым, 14 декабря в городе Баку проведен обмен пленных по принципу «всех на всех». Работа по восстановлению инфраструктуры и поддержанию мира в регионе продолжается в плановом порядке.